В Дворце художественной гимнастики По программе кандидатов в мастера спорта Омскую область представляли семь художниц, четверо из которых входят в состав сборной России. Соперничество в основном развивалось между ними. Выступление Майи Колобовниковой с булавами оказалось одним из самых безупречных в многоборье. За него амичка получила достаточно высокий балл – 20,1. Однако по сумме всех упражнений Майи удалось занять лишь третье место. Соревнования прошли очень интересно. Мне больше всего удалось выполнить программу с мячом и с булавами. Там у меня очень высокая сложность и мне они больше всего удались. Из-за них я получила довольно высокие оценки. Но в скакалке и в ленте мне немножко не хватило дотянуть до оценок моих соперниц, потому что были маленькие помарочки. Но я стараюсь про них забыть и буду работать над своими ошибками. Юлии Вагнер удалось отработать упражнения со скакалкой, мячом, булавами и лентой одинаково хорошо. Результат – второе место. Достаточно сложную программу в индивидуальном многоборье показала воспитанница Елена Арайс и Марины Дрозд, омская гимнастка Екатерина Пантелеева. За упражнение с булавами она заработала самый высокий балл – 21,6. Общий результат вывел Екатерину на первое место. Сегодня у меня лучше всего получилось упражнение с булавами. Я его сделала без потерь, сделала все свое задуманное, что хотела сделать. У меня также получилась скакалка и лента. Мне понравилось поступать. Я очень рада и довольна своими результатами. В личном многоборье по программе первого спортивного разряда победительницей стала амичка Екатерина Тимошенко. В групповых упражнениях победу также одержали наши спортсменки. На втором месте – Кемеровская область. Бронзосоревнование досталось второй команде Омского региона. По результатам всех испытаний в командном первенстве на третью ступень пьедестала взошла сборная Новосибирска. Серебряными призерами стали художницы из Кемерово. Заслуженную победу одержали спортсменки Омской области. Омск из года в год старается не терять своих позиций, доказывать, что лучшие. У нас очень богатые традиции в городе. Наверное, все-таки за счет уровня общей школы мы пока лидируем, потому что наши дети представляют ежегодно нашу область на чемпионатах мира, на первенствах Европы и на Олимпийских игр. По итогам этих соревнований на первенство России отправятся 16 представительниц Сибирского федерального округа, 14 из которых – омские гимнастки. Субтитры создавал DimaTorzok